У вас, может, какие-то будут вопросы, можете задать по спасению. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Дай Бог вам здоровья. Если надо зайти на наш YouTube-канал, можете зайти, «Восвете Библия» называется. Вы увидите, как мы деревню православную строим. Какой порядок, чинность. Мы православные. Спасибо, хорошо. Слава Христу. Во славу Божию. Только не ругайся. Я гляжу, сейчас может что-то сделать, все неладно. Еще неладно. Ну, неладно. Плохие слова, чтобы я не слышал. Почему? Да потому что от сатаны они. Почему? Да? Да. Селовек после смерти отвечать будет за каждое слово. Почему? Какой смех-то тут? Я уже вижу, кто может изо рта выскочить. Откуда ты видишь? Ну, вот так вот. О, где это? Где это? А что сюда заходят, знаешь? Да. Вылить свою грязь. Мы пришли сюда людям возместить волю Божию. Потому что здесь разбрат сплошняком идет. Содом и Гоморра. Чтобы люди заботились о душе. Ибо суд Божий при дверях. А ты видел, что здесь в Петюле показывают? Да все показывают. Каждый день. Ну, а ты разговаривал с ними, чтобы они не показывали? Конечно, разговаривал. Ничего. Ну, ничего. Есть люди, которые понимают это дело, осуждают. Никакой прелюбодей Царствие Божие не наследует. Они в аду будут гореть вместе с сатаной. Да. Да. Это написано. А ты в какой церкви так вот? Мы принадлежим к Святой Православной Церкви. Да, ну, это понятно. Вот у нас главная книга. Откуда мы черпаем силу свою. Библия. Библия. Я знаю Библию. Вот так. Это не то, что там у протестантов, у юридиков. Они 11 книг вырвали из Библии. Да. У нас 77, а у них 66. Нашу Библию взяли и скорежили. Ну. Ну, тоже молятся. Ничего. Молятся. Рукой не перекрестятся никогда. Ни баптисты, ни адвентисты. Молятся. А как они? Они песнями молятся. Ну, хоть как не молись. Если они не церковь, они еретики. Еретики они. Потому что они исказили все. Ну, понятно. Ну, ладно, дед. Удачи тебе. Ну, всего хорошего. С Богом. Смелый парень не убежал. Обычно, как только увидят меня, сразу падают все. Да, кто без головы вот так фотографируется, а головы не видать. Мужики валяются голые. Как ваши дела? По милости Божией, с Богом всегда все хорошо. Нас Господь, наш пастырь. Что вы делаете? Как день проводите? Мы людям возвещаем волю Божию. Вот у нас с собой книга. Ага, прикольно. Потому что здесь место разврата. Здесь приходят люди ненадоброе дело. А мы им говорим... Это я не спорю. Да. Мы им говорим, никакие прелюбодеи, блудники, пьяницы, сквернословы царство Божие не наследуют. А вы типа священник, да? Да, мы пришли сюда и возвещаем. Он говорит, вы священник? Я не священник, у меня брат священник. А я думал, просто вы священник, просто похоже так к чему-то священнику. Я мчтец. Имею право говорить в храме проповеди. А, понял, понял. Если вы желаете узнать больше, можете зайти на наш канал. Он так... Не, я берусь, я знаю, что это просто... А вы не знаете, такого нигде нет. Канал называется «Во свете Библии». Ну, потом посмотрю, как-нибудь будет время. А вы не посмотрите, вы его забудете. Не, я память хорошая, вы не переживаете. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин, это моя фамилия и имя. Если по скайпу решить... А вы откуда? Город Барнаула, Тайский край. Прикольно, а мы из Челябинска. Ну, Челябинск не так и далеко от нас. Тоже верно. Ну, ладно-ка, мы пошли дальше. До свидания вам. Хорошего дня. С Богом. Знаете или нет? А то можете спросить, я вам отвечу. Бог создал человека, чтобы человек жил по воле Божьей. Уверовал в Бога. Есть какие-то вопросы духовные, вы можете задать? А зачем нужен Бог? Зачем нужен Бог? А вот скажите, если вы ребенок маленький, там, ну, два года, три года, зачем ему отец нужен? Ну, нужен и все. Ну, иначе умрет с голоду. Господь нас любит, заботится, посылает нам солнце, звезды. Дождь идет, все, что у нас есть, он любящий отец. Он делает, что земля с орбиты не сходит. Планеты на нас не падают. А на самом деле его нет? Ну, нет, так и написано 3000 лет назад. И Господь ждет грешника к покаянию. Дабы не лишился он царствия Божьего. Мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о Христе. Потому что это место блуда. Что тут делается? Все открыто. Половина мужиков голые валяются. И курите. Бросьте пока, не курите, пока разговариваем. Мы мусульмане. Ну и что? Все равно же умирать будешь-то. А спасение надо подумать. Мусульмане. Ну да. Вы такую книгу когда-нибудь считали? Вот эту вот книгу? Ну да. Вот считали, да? Ну да. Ну? А вот эту книгу считали? Да. А что написано здесь? О, ну она арабском не понимает. Ни один не понимает. И вы книгу не считаете. Как ты ее можешь считать, когда она непонятна? А Евангелие переведено. Вот. На русском языке же тоже есть? Да, есть. На русском языке правильно. Правильно. Вот она. Ваша книга тоже не повелевает, чтобы люди грешили. Ну да. Ну да. Вы-то пришли сюда зачем? На эту рулетку. Мы о Боге говорим. А вы-то зачем пришли? Тут процентов 80 посетителей мусульмане. Да нет. Почему? Ну 85 тогда, если не 80. Да тут со всех стран, если честно. Кого только нет. А зачем пришли-то? Вы знаете, зачем вы сюда пришли? Ну, мне на работе скучно. Вот я решил... А я скажу зачем. Я им отвечаю. Сидят они в кругу. Я говорю, дома вам разрешается 4 жены иметь. Но за каждую надо калым платить. А здесь 44 даром и голые. Вы сюда и собрались, как осенние жеребцы. На чужих кобыл прыгать. Да почему вы так думаете? Да я не думаю. Они засмеялись и говорят, правильно, говорит, ответил. Я не думаю, я знаю. Вы зря так говорите. Так они согласились уже. Мусульмане согласились. Они согласились. Вот я не согласился. Ну, вы, значит, вы не такой. Вы одевший стоите. Вы работаете. Но таких-то на тысячу человек один может быть. Ну, наверное. А вы откуда? Город Барнаула, Тайский край. Православная церковь. Вы в церкви работаете, что ли? Работаете? А мне сколько лет? Ну, вам лет 70, наверное. 80. Я, наверное, свое уже... Наверное, свое отработал уже. Да, конечно. Молодец вы. Вот так. У нас сейчас пост идет. Через три недели будет Пасха Христова. Да. Ну, у меня мать русская. Я знаю. У нас Спаситель Христос, который умер за грехи наши. А у мусульман нет Спасителя. За их грехи никто не умирал. Вот это наша разница. Ну, почему? И у нас тоже же пророком считают. Пророк не умирал за человека. Это Шенгей Зайтматов сказал. Мы Иисуса же пророком считаем. Пророк за себя отвечает. Он тоже грешный пророк. Ни одного нет, чтобы праведный был. А Иисус – это Бог и человек. За землю сошел ради нас. В этом разница. У нас Иисус – это Иса. Иса. А Мария – Марья. А вчера как раз был праздник в Марьяме. Благовещение. Ну, да. Меня поздравляли, кстати, вчера. Ну, ладно тогда. Если вопросов нет, мы прощаемся с Богом. Взаимно. Да слава тебе, Господи. Я говорю, живого человека увидели. Одетого. А вы откуда? А мы ниоткуда. Где вчера были, там и сегодня. Вы в церкви? Да. Вы могли вопрос задать по-другому. Где мы находимся? Я бы ответил, откуда. А не откуда, я сижу на месте. А находимся мы в городе Барнауль, Алтайский край. А где вы сейчас вот находитесь? Мы сейчас находимся в щад рулетки. Самое блудное место во всей вселенной. Одни и прочее, да. Да. Мы возвещаем людям закон Божий, который Господь открыл людям. Что за эти дела ждет огонь вечный вместе с сатаною в озере Огненном, где плащ искрежет зубов. Это Содом и Гоморра. И мы пришли сюда, чтобы людей оповестить об этом. И призвать к покаянию перед Христом, который умер за нас. Ну, как вы считаете, нужно воздерживаться от этого? Да не то, что воздерживаться. Надо ненавидеть. То, что тут воздерживаться, как? А секс? Какой секс? Такого слова здесь блуд. Его заменили другим словом. Секс это шесть. Разорванная восьмерка. То есть секс и прочего это оха? Да это ад. Ад. Это безумие. И в Библии таких написано. Первый, который делал так. Анан. Почему называется Ананизм? И Бог убил его за это. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое. Первое послание к Коринфянам. Десятая глава, шестой стих. То есть вы живете по Библии? Да. Это Евангелие. Говорится, как Христос придет судить мир. Вот я сейчас с мусульманами разговаривал. У них тоже там книга своя есть. Тоже священная книга. Вот я им показываю. Я говорю, прочитай, что здесь написано-то. Они один не может прочитать. Они не знают вообще ничего. Но зато они все верующие, да? Во что веришь? Он одно слово повторяет Аллах. Коран не считал ни разу. Да. А раз не считал, что ты можешь знать-то? Ничего ты не знаешь. И там у вас книги, в книге в этой. Но я один том написал по Корану. Каждую букву разобрал в сравнении с Библией. А какая книга лучше, Библия или Коран? Да сравнивать не с чем. Библия – это жизнь. Это воскресение из мертвых. А тут об этом и речи нет. У нас написано. У нас написано как? Христос заповедь. У нас сравнивают не с чем. У нас написано ненавидящий брата из человека-убийца. Я никого не трогал. Я только ненавижу. А у них это отрежь голову за подвиг считается. Да еще уши отрежь. У нас сравнивать не с чем даже. Близко. Что Христос оставил? Это вершина человеческого достоинства. И мы услышали. Господь говорит, будьте святы, как я свят. Вот если вы желаете больше узнать, вы можете зайти на наш канал. Давайте. Он называется «Во свете Библии». Я сейчас готов на трансляцию, да. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это моя фамилия. Запомните. Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин в Ютубе. Зарядите. Там 14 700 роликов наших. Открылось? Да. Сколько подписчиков? 33 тысячи. Так, а сколько просмотров? Зарядите о канале, посмотрите. 33 миллиона. Именно так. Мы не склеиваем. Вот как говорим, так и будет. Мы строим с нуля православную деревню. Господь позволил мне издать 38 томов книг и положил мне на сердце подарить библиотеке мира. И мы, начиная с Америки здесь, из Барнолла до Владивостока дошли, до Лиссабона, Прибалтика, Скандинавия, с той стороны Черное море, Турция. И везде дарили полный комплект. На 35 миллионов подарок, на 35 миллионов подарок сделали. Трансформация. Там ответы. А для чего вам это все надо? Повторите. Для чего вам это все? Для чего нужно? За чтобы людям открыть глаза. Чтобы люди не погибли. Примирились со Христом. Это жизнь, подготовка к вечности. Чтобы они в вечности люди спаслись. Не погибли. Мы все равно все умрем. Правильно. Умрем. Но это только переход, а не смерть. За смертью, как написано во втором послании Коринфянам 5.10. И говорит, всем нам надлежит явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле. То есть мы живем в этом теле. Доброе или худое. Когда всеобщий суд будет. Как писал Лермонтов на смерть поэта. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону злато. И мысли, и дела он знает наперед. Что тут непонятно? Это поэты все знали. А жизнь продолжается после смерти, да? Да она начинается только. Но решается участь в этой жизни. Христос говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка 16 глава. Вот почему написано. Вот мы молимся, здесь пришли. И мы молимся. Господи, пошли добрых проповедников, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам. Господи, поведаем о любви Твоей, что Ты отдал единородного Сына Иисуса Христа на казнь за грехи наши, чтобы веруя имели жизнь вечную. И Господь посылает тружеников. Мы здесь уже третий месяц. Мы благодарим Господа Бога за Его любовь, что умер за нас Сын Божий, чтобы мы имели жизнь вечную в Царстве Небесном, а не с грешниками, с прелюбодеями, которые Бога не знают и грешат на весь мир. Мы пришли в этот Содом и Гамор, чтобы дать им радость спасения, что Христос умер за нас и воскрес. И через эти недели будет Пасха Христова. И мы будем приветствовать друг друга. Христос воскрес. Что в ответ говорят? Воистину воскрес. Воистину воскрес. У вас микрофончик далековато. Плохо слышно. Вот. Мы обязательно должны спасти свои души. Уверовать, что Сын Божий умер за нас и сказать, Господи, ради Твоей голгофской жертвы, прости меня, Твоя причистая кровь омывает от всякого греха. Трудно переносимое? Я же на встану мать. Слава Тебе, Боже, Боже. Слава Тебе. Вы хотите что-нибудь узнать божественное? Только чтобы не ругались. Мне ни в коем случае не будем рваться. Ну что, давайте узнаем по правам. А вы имеете такую книгу у себя? Библию. Ну, знаю книгу. Читал, по-моему. Читали. Надо считать. Это закон Божий. Господь призывает нас к любви своей, потому что за нас умер Христос. Пролил свою кровь на Голгофском кресте. Верующий в Него имеет жизнь вечную. Если ты перед Христом покаешься, Господь говорит, твой грех я искупил, а омыл тебя в крови своей причистой. Верь. И наступит новая жизнь. Доверься Богу. Потому что приближается суд Божий уже при дверях. Так не будет все время. Это рулетки. Тут блуд творят открыто. Ничего не стыдятся. Это Содом и Гоморра, которые были сожжены Богом. Чтобы увидеть одетого человека, вот так сидящего, нормально мыслящего. Это редкость. Большая редкость. Да. Если у вас есть духовные вопросы какие-то, можете задать по жизни что-нибудь. Я отвечу вам, постараюсь. По слову Божию. Вы можете зайти на наш сайт, на наш YouTube. Очень большой канал. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Вот зарядите у себя. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У нас там 14 700 роликов. Мы строим православную деревню с нуля. Вам будет это очень интересно. Если вопросов нет, тогда я отхожу от вас. Есть вопрос какой-нибудь? А вы зачем бороды бреете, молодые люди? Бороды зачем бреете? Бороды зачем бреете? Ну как? Ну как? Это мужская власть над женщиной. Женщине бог не дал бороду. Еще две мамы в доме? Не знаю. Такого как бы я первый раз слышу. А что слышат-то? А вы сами посмотрите. Вожди научного коммунизма. Придрих Энгельс сидит какой. Карл Маркс. Даже у Ленина и то клинышком борода. А посмотрите. Достоевский. Достоевский. Лев Толстой. Они же безбожники. Ну ладно, безбожники. А посмотрите. В церковь зайдите. Христос. Апостолы. Пророки. Иоанн Кронштадтский. Все с бородами. Безбородных нету святых. Ну так и у мусульман тоже. Я не знаю. Там джихад они не бреются. Нет. У них усы сбривают. У них усы сбривают. Усов нету. А они порченные. И бороду подстригают. В этом вопросе евреи для нас примером могут быть. Но не мусульмане. Евреи не подстригают. Борода полностью сохраняется. А вот это у мусульмана вера. Вот это Аллах. Он же настоящий. Правильно? Бог не один. Это не один. Правильно. Вот они говорят. Я говорю. Показываю Библию. Считали. Я говорю. А вот это считали? Он глаза выпилил на меня. Я говорю. Считай, что написано. Ни одного еще не встретил. Кто может прочитать. Они совершенно ничего не знают. Ни божественного никакого. Только плотское вожделение. Вот тут пришли ради женщин. От этих миазмов упали. Лежат голые. И все лежат. И все пьют да едят. А вот если покаяться. Вот примерно. Какие грехи можно искупить перед Богом? Да, это так. Вы, если где живете, есть церковь. Сходите в православную церковь. Познакомьтесь с батюшкой. Ну, приблизительно. Допустим, на убийство прощается. Прощается. Рядом с Христом два разбойника висели. Два разбойника. Первый ворогат попал в разбойник. Да. Все. Почему? Потому что за наши грехи Христос умер. У мусульман нет спасителя. У них никто не умирал. А так даже убийство прощается, да? Разницы никакой нет для Бога. Вот все грехи мира, это все равно, что одну искру бросить в океан потонет она. Настоль велика благодать Божия. Но и грех велик. Когда в раю Адамса грешили, за этот грех умерло больше ста миллиардов людей уже. Тогда все, расходимся, братья. С Богом. Благодарю. Благодарю.